А! Арбуз! Я! Яблочко! Алё, Ксюш, привет! А что там Аня делает? Она это, азбуку читает Коля, они еду учат! Ого, даже мне есть захотелось! Слушайте, а мне сейчас в голову пришла гениальная идея! Что, если мы сегодня, 24 часа, будем есть продукты по фавиту? Прикольно! Будем по очереди вытягивать по букве и придумать, кто что будет есть! А ещё будет возможность усложнять! А придумать еду нужно будет за 10 секунд! Хорошо, хорошо! Вытягиваем букву, разыгрываем еду, пробуем и усложняем! Ну что, первую букву вытягиваю я, и это буква У! Буква У! То есть мы решили сразу со сложного начать! Ну, ладно, Маш, придумывай! У-у-у-у-у-у! Да что же есть на букву У? Маш, я бы советовала тебе поторопиться! Если ты не придумываешь, то покупаешь мне просто ту еду, которую я люблю! Я придумала! Это тебе не понравится! Но чтобы это мы смогли с тобой съесть, точнее ты, мы должны с тобой отправиться в совсем другое место! Маш, объясни мне одно, зачем ты меня притащила в рыбный ресторан? Скоро всё узнаешь! Просто подожди! Чуть-чуть терпения! Маш, ты сейчас типа серьёзно, да? Ты же знаешь, что я не люблю устрицы! Ксюш, у тебя нет выбора! Ешь! Приятного аппетита! Пахнет отдыхом! Ну, ладно, сейчас, нам надо её соскоблить с раковины! У нас это очень плохо получается, потому что мы редко едим устрицы, потому что мы их не любим! Ладно, я, Маша их любит! Поливаем, соответственно, всё лимоном! Так, я заранее приготовлю салфетку, потому что я знаю, что мне не понравится! Ладно, и как? Получается вот так вот, типа? Иди сюда! Так, наверное, не едят у нас принципиально! Господи, как это противно! Я не знаю, я люблю вот кальмаров, осьминогов, морепродуктов в принципе! Но устрицы это единственное, что я вообще не могу есть! Потому что это такая противная консистенция! Вот это ужас! Ладно, лимон спас! Но я считаю, что с челленджем я справилась! Давайте посмотрим, какая буква мне попадётся! Буква В! Ну, В это интересная буква! На неё можно много чего придумать! А ты у меня будешь есть васаби! А, я так и знал, что челлендж вообще не будет лёгким! Я старалась шуру искать васаби! Так, я уже в отделе с соусами! Нужно найти васаби! Он точно должен быть где-то здесь! А вот и он! Не могу поверить, что я сейчас это буду есть! Фух, это будет сейчас очень остро! Блин, почему мне достался васаби? А, только посмотрите, как это жутко выглядит! Острая зелёная паста! Ооо, это сейчас будет капец! Ладно! Челлендж есть челлендж! Проигрывать я не намерен! Ооо! Ооо! Я ещё... Я ещё задохнусь! Боже, не повторяйте это! Это было ужасно! Воды, Аня, воды! Я сейчас умру! Ооо, капец! Капец, пожалуйста! Это был кошмар! Вы просто посмотрите на мои глаза! У меня слёзы из глаз прошли! Это было жутко остро! Ооо, мне даже плохо! Капец, у меня прям желудок заболел, и всё горит внутри! Это было кошмарно! Так... Буква Я! Я себя могу съесть? Нет, Маш, себя ты съесть не можешь! И вообще, придумываю еду тебе я, так что не отвлекай! Я-я-я-я-я... Яблоко? Маш, ну это слишком банально! И к тому же, у меня уже есть идея! А какие продукты есть-то буква Я? Мне вообще в голову ничего не приходит, кроме яблок! Яйцо? Но это же достаточно просто! Согласна! Именно поэтому я предлагаю тебе усложнение! Будет два яйца, одно сырое, одно варёное! Ты выбираешь одно из них, кусаешь и, соответственно, съедаешь! Твоя задача угадать варёное! Итак, я на всякий пожарный уже подготовилась! На мне фартук, потому что, зная свою везучесть, я вполне вероятно смогу выбрать яйцо, которое будет сырым! Ну, Маш, тут только на твоё везение полагаться! На! А может быть, ты два сварила, а? Ага, конечно, мечтай! Ну, была не была, спасибо, что они не такие и большие! А, я уже его прокусила немножечко, мне страшно! Я не хочу! На счёт три! Раз, два, три! А, фу! Эй, я не понимаю, как вы, певцы, пьёте сырое яйцо для того, чтобы что со связками своими сделать? Это же отвратительно, отмерзительно! Ну, Маш, я считаю, это отличное начало для челленджа! Посмотрим, какая мне попадётся буква! Буква Р! Сейчас я на тебя отыграюсь! Это будет рыба! Рыба! Да я просто обожаю рыбу! Спасибо, спасибо, спасибо! Ха-ха, не всё так просто! Рыба должна быть сырой! В смысле сырая? Саш, как это сырая рыба? Как её вообще можно есть? Ты что, в своём уме? А никто не говорил, что будет легко! Выкручивайся! Капец, есть сырая рыба! Аааа, как представлю, что она тут плавала! Там же у неё и жабры, и чешуя ещё! Аааа! Хотя, стоп, есть же суши, но не всегда сырая рыба! Аааа, всё, погнали в суши-ресторан! Саш, прости! Я уже на месте и жду свою сырую рыбу! Смотрите, какую красоту мне принесли! В принципе, выглядит неплохо! Стой, Ань! А то, что ты сейчас пытаешься положить в рот, называется суши! А ты должна есть рыбу! В смысле? Только верхушку, что ли? Ну, конечно! Внизу жриц! Ладно, я попробую! Пахнет рыбой! Я боюсь это есть! Почему, когда она выглядит как суши, она прекрасна? А когда раздельна, то стрёмненько! Давай-давай, ешь! Ладно, как скажешь! Ну и консистенция! Это было просто омерзительно! Жесть какая! Ладно, я попробую красненькую! Может быть, с ней не всё так печально будет! А красная вообще вкусная! Вообще клаш! Она, интересно, свежая была? Ну, конечно! Я надеюсь, что да! Скажу вам честно, это очень непривычно есть рыбу без суши! Точнее, рыбу без риса! Без вот этого вот батончика! Фух! Последний кусочек! А-а-а! Я всё съела! Всё съела! Всё-всё-всё-всё! Блин, Нань, я ещё никогда не видел, чтобы кто-то так невкусно ел суши! А я ещё ни разу не видела, чтобы кто-то ел суши по отдельности! Мы с Машей пришли в торговый центр, чтобы нам было чуть-чуть попроще искать продукты, которые нам предстоит съесть! Теперь выбираю букву Я и эта буква... Это буква Че! Маша, какие твои предложения? Хм, буква Че! Достаточно сложная! Мне приходит первое на ум это чеснок! Но это слишком просто! А хотя... Ксюша, готовься! К чему готовиться? Будет очень жарко! Маш, да что значит жарко? Типа в прямом смысле жарко или что? Ничего не спрашивай и идём в магазин! Ксюша, твой любимый перец чили? Ну нет, Маш, ну ты же знаешь, что я ненавижу острое! Конечно знаю! И поэтому ты сейчас съешь этот вкусный острый сладкий перец! Не знаю, Ксюш, по мне он даже сладковат! Ладно, пойдём! Ну что, Ксюш, готова? Давай, открывай и откусывай! Спасибо, Маша, за то, что выбрала самый классный продукт из всех, что есть на че! Даже если был бы чеснок, мне было бы попроще, но не чили! Я не знаю, что мне сейчас будет! Мне кирдык просто! Ксюш, ты ешь, а мне надо парню ответить! Ксюш, моё солнышко! Да-да-да, Маш, ты не отвлекайся! А я пока съем этот чудный перец! Ммм! О, Боже, как же остро! Маша! Господи, я не могу, как же это плохо! У меня язык горит! Ксюш, всё настолько плохо, да? Да, Маш, всё очень плохо! Рот горит, язык горит, какой ужас! Всё, Маш, пожалуйста, больше ничего острого! Всё, Ксюшенька, пожалуйста, только остынь! Обещаю, с моей стороны больше ничего острого! Давайте посмотрим, какая у меня будет следующая буква! Надеюсь, на этот раз мне больше повезёт! И это буква С! Я уже, я уже знаю, что тебе придумать! Сливки? Вау, спасибо тебе, я сливки просто обожаю! Как раз они у нас есть! О, сейчас наконец-то поем! Стоп! Почему стоп? А потому что я придумала тебе усложнение! Будешь есть их без рук! Ладно, без рук ты без рук, я готов! Лишь бы насладиться любимыми сливками! Давай побольше, не жалей, что так мало сливок! Вот, совсем другое дело! Меня вообще-то ещё без рук до них дотягиваются! А, это же трогать нельзя, да? Нет! О, блин! Посмотрите, какая вкусняшка! Ну ладно, я попробую! Подождите, надо вот это убрать! То, это точно будет в сливках! Ну как тебе, сладенько? Вообще офигенно! Любишь сливочки, да? Обожаю! Они же такие сочные и сладкие! Обалденно! Так бы и ел их всегда, правда? Ага! Ну давай, что там в серединке-то? Ммм, какая вкуснотичка, вы только знали! Ммм, с этим заданием мне очень повезло! Думаешь? Ты что наделала, блин? За что? Это и так было нелегко сделать есть сливки без рук! Капец, я на кого теперь похож! А это маленький пранк, чтобы жизнь тебе мёдом не казалась! Отлично! И поэтому я теперь весь в сливках! Зато вкусно! У меня буква О! Ой! Острая! Наверное, опять будет! Только мне! На букву О! Эмм, О-О-О! Я не знаю, иди, возьми, купи себе Орео! Что? Правда Орео? После того, что я тебе сделала, ты мне говоришь пойти взять Орео? Точно! Здесь есть подвох! Нет, Маш, никакого подвоха, правда! Мне сейчас очень тяжело думать! Ну ладно, спасибо! Блин, как-то неправильно получается! Я Ксюше взяла её самый нелюбимый продукт, это перец чили! А она мне мою любимую печеньку Орео! Обещаю, в следующий раз придумаю что-нибудь поприкольнее! Ну чего, купила? Да, вот! Ты сейчас на полном серьёзе хочешь, чтобы я съела Орео? Ну да, а что ещё делать? Время вышло, да и к тому же ты его уже купила! Правда, правда? И ты заранее ничего в него не подсыпала, заново не закрыла? Или ты поехала на завод, когда его запечатывали? И именно его ты положила на тот самый прилавок, чтобы я взяла его и там какая-нибудь гадость, будь или червяк! Маш, ты сейчас серьёзно ешь уже печеньки! Ну ладно! Спасибо, Ксюш! Я век тебя не забуду! Как же вкусно! Обожаю саму печеньку, нежели сам крем! Наше настроение повышается! Моя следующая буква! Это буква Л! Наконец-то! Сейчас ты мне за всё ответишь! У тебя будет лёд! Лёд? Его же нельзя есть! Ну, в смысле, как его есть? А это уже твоя проблема! Как его есть? Лединки у нас лежат в морозильнике! Ах, капец! Они ледяные вообще! Что, прям в рот запихивать? Ммм! Ой, юзюга! Капец! Вкусненько! Ммм! Ой, как! Ла-ла-ла-ла-ла! Ань, я ничего не пойму! Как на вкус? Ты только мычишь! О, это морозная свежесть! Я как будто бы себе язык отморозила! Прям как у зубного! Но ты, главное, не расслабляйся! Надеюсь, у тебя льдинки остались! Потому что у тебя сейчас будет очень классное усложнение! Ты будешь есть лёд в холодном душе! Что? В каком ещё душе? В ледяном! Ты совсем? Ну, можешь ждаться! Я? Никогда! Вот моя льдинка, вот душ! Я тебе это припомню! Холодно! Какая! Холодно! Холодно! Ого! Мама какая! Блин, Ань, я если честно, думал, ты откажешься! Да, полотенце! На, держи! Тёпленькая! С батареечки! О, мамочки! Ну что, следующую букву тяну я, и это буква... Маша, я не знаю, как ты справишься, но это буква Ж. Нет, Ксюш, все гораздо проще. Тем более, я уже придумала. И чтобы усложнить этот челлендж, ты должна будешь угадать, что ты ешь с закрытыми глазами. Да уж, Маш, зная тебя, там может быть какая-нибудь жесть. Например, я не знаю, жука какого-нибудь, а еще с закрытыми глазами. Чего-то как-то не хочется. Ну ладно, доверюсь на твою доброту. Маш, пожалуйста, обрадуй меня новостью о том, что то, что ты мне приготовила, хотя бы съедобно. Да, Ксюш, съедобно, но тебе навряд ли это понравится. Могу сказать, что то, что ты сейчас ешь, является персонажем из твоего любимого фильма. Точнее, мультфильма. Слушай, ну это, конечно, обнадеживает. Ладно, надеюсь, это не какое-то животное. Просто надеюсь. Так, ладно, где оно? Ладно, окей, это тарелка, что-то я трогать не буду. Где-то здесь Маша положила ложку, я видела. Окей, это ложка, значит, это, возможно, какой-то десерт, либо что-то жидкое. Жесть, как это можно съесть закрытыми глазами? Мне же нужно сначала его найти, понять, что это за консистенция. Жидкая, там, полужидкая, твердая и так далее. Я не знаю, ладно, а если я сделаю вот так? Все нормально? Никто не умер? Ладно, допустим. Ладно, окей, окей, походу я отломила кусочек. Оно вообще, по-моему, не пахнет. Ладно. Я боюсь, Маша, блин. Ладно, раз, два, три. Нет, я боюсь, ладно. Все, все, собрались, раз, два, три. Угу, я знаю, фу. Фу, да я знаю, что это такое. Это желе. Маша знает, что я не люблю желе. Вот эту вот консистенцию, которая вот так вот делает. Ни холодец, ничего подобного. Это не выношу. Ну, ладно, с челленджем я справилась. Настало время тянуть следующую букву. Буква П. Что бы интереснее кого тебе придумать на П? Давай это будет пончик. Только давай без всяких приколов на П. Я пончики просто обожаю. Не, приколов точно не будет. Иди, занимай место, я тебе все выберу. Для Саши я возьму вот такой синий пончик. Но он, конечно же, будет непростым. Пончик есть. И, конечно же, я не могла не подготовить для Саши сюрприз. Это нереально острый соус. Здесь даже написано Very Hot. И сейчас я напичкаю пыльчик им для Саши. Вы только посмотрите. Аж даже вытекает. Но с виду ничего и не поймешь. Надеюсь, ему очень понравится эта вкусняшка. Вон Саша стоит, ни о чем не подозревает. Саш, ты чего, места не нашел? Не, ничего, все занято. Ну ладно, съешь на улице. Пончик я купила, держи. Спасибо. Пойдем где-нибудь сядем, и я с удовольствием его съем. Мне очень интересно посмотреть, с каким он вкусом. Ммм, синенький. Класс. Класс, наверное, очень вкусный. Это что такое? Это что такое? Что это такое? Почему так остро? Аня, что с этим пончиком? В смысле что? Нормальный пончик с клубничной начинкой. Не знаю, я первый кусок откусил, и как будто острое. Ну ладно, попробую еще раз. Аня, я задыхаюсь. Что это, кошмар? Саша, ты куда? Аня, тут какая-то начинка очень странная. Я это есть не буду, он очень острый. В смысле, ты же любишь пончики, что не так? Ты сама попробуй. Почему тут какая-то оранжевая жижа внутри? Ты же сказала клубничный. Я не говорила, что клубничный, так было написано. Погоди, ты что-то туда добавила, да? Я? Если только совсем чуть-чуть соуса остренького. Ах ты, я только знал, что здесь что-то не так. Все настроение испортило. Пап, да-ра-па-па. Что же мне достанется сейчас? Опа, буква Г. Я буду есть гуся? Да подожди ты со своим гусем, подожди. Тут нужно придумать. Все, я придумала. И тебе точно такое же усложнение, как и мне. Ты будешь угадывать, что ты ешь с закрытыми глазами. Не бойся, это вполне съедобно. Я это очень люблю. Так, тарелку я чувствую. Ксюш, а какая-нибудь там вилка, ложка, нож, зубочистка, там, пипетка, я не знаю. Неа, попробую гадать руками. Чего? А если оно меня укусит? Неа, кусать здесь твоя задача. Ладно, так. Ой, она прям тяжелая. Ой, пахнет странно. Ой-ой-ой, я чувствую уксус. Ой-ой-ой-ой, запах мне уже не нравится. Ну ладно, давайте пробовать. Надеюсь, это будет хотя бы вкусно. Ксюша, блин, это что? Что это такое? Это устрица или это что? Или это улитка? Почему она склизкая, гладкая и мокрая? Фух, раз, два, три. Нет, не-не-не, ладно. Это хорьболи, боже. Я знаю, что это такое. Но пока я тебе не скажу, Ксюш, это очень вкусно. Это маринованные грибочки. Даже могу сказать такие. Это маслята. Эй, а где радость? Вообще-то я тебе очень классную штуку приготовила. Ну как приготовила, подготовила. Я знала, что ты любишь грибы. Вообще, я могла бы тебе гусеницу притащить с улицы. Ну ладно, ладно, спасибо. В следующий раз постараюсь тебе выбрать что-то прикольное. Буквы, которые я сейчас вытяну, это будет Б. У, я знаю, что это будет бургер. Саша, спасибо, я же просто обожаю бургеры. Но я буду не я, если не скажу, что бургер будет очень необычным. Эй, что это значит? Подожди меня ровно две минуты, сейчас я приду. Блин, надеюсь, он не напихает туда острого соуса в отместку за пончик. Ну где он? Саша, а где бургер? Ты сейчас все поймешь, закрывай глаза. Это уже звучит страшно, что ты там придумал? Давай, закрывай глаза. Теперь дай руку. Вот он, твой бургер. Бургер? Какой-то он странный. Никакой он не странный, давай пробуй. Саша, если это острое, ты же знаешь, я ненавижу это все. Давай-давай, ешь. Попробуешь угадать, что это? Уживая зуба, это что? Это что? На что похоже? Что-то скришка. Какая-то пастила, что ли? Ну попробуй еще разок, какая пастила. Должно быть вкусно. Вообще неплохо, но на бурге вообще не похоже. Это что, мармеладка, что ли? Открой глаза и посмотри. Да ладно, это мармеладный бургер. А я сначала так испугалась. Блин, какой он прикольный. Смотрите. О, это же булочка. Она одна из самых вкусных слоев. Классно. Вообще мне очень понравилась. Прикольная штука. Спасибо, что не сделал какой-то гадость для меня. Так, надеюсь, это будет что-то полезное. Из двух я выберу, пожалуй, вот эту. Ну и это буква А. Апельсин? Нет, Маша. Апельсин это как-то слишком просто. Нужно что-нибудь эдакое. Например, артишок. Артишок? Это что такое вообще? Это точно продукт? Это овощи, фрукты, специи, зелень? Или это чипсы какие-то? Нет, Маш. Артишок это овощи. Его еще любят добавлять в салаты. Кстати, я его люблю добавлять в салаты. Кстати, очень вкусная штука. Окей, я в магазин. Ну что, мы вновь с вами находимся в магазине. И, к сожалению, свежих артишоков перекрестки нет. Но есть вот такие вот консервированные. Причем это артишоки гриль. На секундочку. Интересно будет посмотреть на реакцию Маши. Я не знаю, пробовала она их или нет. Но вроде да. Поэтому мы их с вами берем и отправляемся на кассу. Ну что, Маш, ты готова к артишокам? Я не знаю, Ксюш. Я даже не помню, как он выглядит. Все очень просто, Маш. Выглядят они вот так вот. Приятного аппетита. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ксюш, это выглядит максимально неаппетитно. Ощущение, будто бы осьминога пополам порезали. И непонятно, что с ним сделали. Фу, это масло. Пахнет кисло. Очень кисло. Непонятный вкус и это ужасно. Фу, 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 какой ужас. У меня сейчас тошнит. Давайте посмотрим, какая буква достанется мне сейчас. У-фа-ха. Саш, ну поскольку мы сейчас в Грузии, я не могу тебе отказать в удовольствии съесть самые вкусные хинкали в мире. Хинкали? Я их просто обожаю, спасибо. Ну и еще ты будешь есть необычные хинкали, а гигантские. Мы пришли в одну из самых известных хинкальных здесь. И я тебе уже заказала такую хинкалину, которую никто никогда в жизни не видел. Ребята, вы только посмотрите на этого гиганта. Вот это хинкали. Вы как-то такое видели? Она просто гигантская. Мне кажется, она килограмм весит. Килограммовая хинкали. Офигеть, это просто нереально. Она просто размером с мою голову. Ладно, все, давайте ее открывать. Давай посмотрим, что там внутри. Тут очень много маленьких хинкали. Мне уже не терпится их попробовать. Это блюдо, кстати, называется мама хинкали. Я теперь понимаю, почему. Потому что это большая мама, а в ней много маленьких детишек. Я думаю, это должно быть очень вкусно. Я просто обожаю хинкали. А в Грузии они просто восхитительные. Это офигенно. Давайте посчитаем, сколько их здесь. Одну я уже съел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять штучек. В одной большой хинкали на десять маленьких вкуснейших хинкали. Саш, ты же со мной поделишься? Конечно же нет. Буква Х выпала мне. Так что хинкали ем я. Офигенно. Кто любит хинкали так же, как я, прямо сейчас пиши в комментах. Следующая буква это... Маш, ты это пока думай. Мне еду на букву Н. Ксюш, наггетсы. Да блин, почему не стрипсы? Потому что еда на букву Н. Ксюша, не выпендривайся. Иди за наггетсами. Я их уже взяла. Когда тебе было плохо после артишоков, ты же удалилась, да? И я сходила за наггетсами в надежде их немножко в крысу съесть. Видать, челлендж вынуждает, поэтому придется мне их съесть сейчас. И это не будет жульничеством. И я их не успела съесть до того, как ты назвала букву. Все, значит я не жульничаю. Ксюша, так нечестно. Ты хотела жульничать? Но не успела ведь. Все, вопросов нет ко мне больше. Не должно быть. Это, конечно, не стрипсы, но что-то типа. Ладно, признаю. Наггетсы тоже офигенная вещь. Интересно, а наггетсы здесь? И наггетсы у ребят отличаются? Потому что мне кажется, что да. Ребят, а вы как думаете, наггетсы отличаются между собой? Пишите в комментариях. Слушай, а давно наггетсы стали острыми? Нет, Ксюш, это мое тебе усложнение взамен на жульничество. Господи, опять этот пересчили. Маша, держись. Следующая буква, которая мне попадется, это буква М. М, это супер легко. И я уже знаю, чем я тебя побалую. Мороженое из Макдоналдса. Это супер, пойдем скорее. Не, 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 не стоит. Ты посиди, а я тебе сам принесу. Ну ладно, давай. Сейчас Аня мне ответит за острый пончик. Для начала возьму и обычное мороженое. Мороженое есть. Теперь, пока Аня не видит, добавлю туда секретный ингредиент. Майонезик. Главное, чтобы она меня не спалила. Выглядит просто идеально. А на запах, о, кошмар. Анюточка, вот твое мороженое. Держи. Спасибо, моя любимая карамельная. О, чуть не забыл. Вот ложка. Спасибо. Какая вкусняшка. Ммм, даже чуть-чуть подтаяла. Да, самое вкусное. Что такое? Саша, оно, по-моему, просроченное. Никакое не просроченное. Только что при мне наливали. Фу, Саша, ужас какой. Это что такое? Ну попробуй еще ложечку. Что не так-то? Я не поняла. Что такое? Саша, оно тухлое. Ты что, издеваешься? Не может быть. О, какое-то оно кислое очень сильно. Блин, не знаю. Может, они туда майонезика добавили? Что? Какого еще майонезика? Саша, я вижу, тут майонез прямо сверху. Откуда он здесь? Ну, единственное, что могу сказать, я здесь ни при чем. Что? А ну иди сюда. Я ни при чем. Отстань. Это не я. Отстань. Отстань. Майонезик накормила. Тебе, что ли? Классный прак получился. Если понравился, ставь лайки, подписывайся, кралом прямо сейчас. И чего новозникало? Майонезик только пикантности добавляет от мороженки. Ну что, снова пришла моя очередь тянуть. И краткая. Маша, давай, давай прояви оригинальность. Какая же еда есть на букву и краткая. Йогурт. Ну что ж, я отправляюсь в магазин за йогуртом. Ну что, настало время мне выбирать себе йогурт. И благо, в этом выборе я вообще не ограничена. Поэтому выберу какой-нибудь не самый дорогой, но и не самый паршивый. Ну, два мне уж точно не нужно. Поэтому берем один и с моим любимым вкусом карамель. Я не знаю, как я его сейчас буду есть, потому что у меня нет ложки, но что-нибудь придумаю. Ну что, Ксюша, как ты себе представляешь поедание йогурта без ложки? Маша, ты говоришь с человеком, который вырос на всех лайфхаках. Я видела все лайфхаки абсолютно. На ютубе, еще где-то в тиктоке и так далее. И лайфхак поможет мне сделать ложку из вот этой вот крышечки. Открываем. В общем, как сделать ложку из вот этой вот крышечки? На самом деле, ну, она, конечно, получится галименькая, но это лучше, чем ничего. Нам нужно просто сложить вот так вот. Все. Ну и, конечно, давайте проверим эту что-то типа ложку на практике. Ммм, господи, какой же вкусный йогурт. Это один из моих самых любимых вкусов йогурта в принципе. Я, в принципе, люблю карамель, ваниль, каждый, кто со мной общается, это знает. Я ему ставлю 10 из 10. Моя следующая буква. И это буква И. Я уже придумала продукт на эту букву, но у тебя будет усложнение. Ты должен будешь его отгадать с закрытыми глазами. На букву И я, Саша, взяла изюм. Мне кажется, с закрытыми глазами будет очень сложно догадаться. Саша, закрывай глаза. Глаза закрыты. Буду давать ему по одной штучке. Надеюсь, там нет ничего мерзкого, а? Открывай рот. Я боюсь. Давай. На что похоже? Что это такое? А ты что выплюнул? Какой-то омерзительный вкус. Что это такое? Какое-то маленькое и сухое такое. Ну-ка еще раз. Это не жуки? Это тараканы, Саша. Что? Они реально какие-то мухи, что ли? Что ты выплювываешь, жуй? Да ты мне... Ты мне туешь. Они, наверное, должны быть сладенькие. По-моему, отвратительный какой-то вкус. На еще тебе. Я что-то не помою. Мне кажется, это какая-то сушеная ягода. Какая ягода? Вообще-то это тараканы. Не, не тараканы. Это что-то сладенькое, реально. Мне кажется, это изюм. Как ты догадался? Правда? Да, Саша, это изюм. Блин, как ты так быстро догадался? Вообще, сначала с закрытыми глазами очень страшно есть что-то маленькое и сухое. Я реально подумала, что это какая-то муха. Но потом я распробовала, и мне показалось, что это что-то типа изюма. Ай, мне уже страшно. Хотя, ладно, в прошлый раз Ксюша мне что-то вкусненькое, по-моему, подсунуло. И буква К. Ксюш, я тебя должна буду съесть или что? Ну уж нет, Маш, все гораздо проще. Придумала. Садись за стол. Ну что, Маша, ты готова к своему заданию? Нет. И как ты думаешь, что это может быть? Кунжут. Почти. Это кокос? Все верно, Маша. Это настоящий кокос, прямиком из Таиланда. И твое усложнение на этот кокос, соответственно, тебе нужно его открыть, выпить, соответственно, кокосовую воду и добраться до мякоти. Это прям целый квест. Ну ладно, погнали. Для того, чтобы его открыть, надо сначала его открыть, чтобы выпить, а потом уже съесть. У меня есть вот такая вот бамбуковая а-ля зубочистка, которой можно будет открыть, точнее сделать дырочку и с помощью трубочки выпить. Пробуем проковырять дырку. Ну давай же! Ребята, это очень тяжело. Да сколько можно? Оно не хочет крутиться. Я почти на финиш напрямую. Ох, открыла. Настоящая кокосовая вода. Ребята, вы это видите? Вот такой вот стаканчик кокосовой воды у нас получился. Пахнет баунти, а на вкус... Это очень вкусно. Это не сладко, но ты чувствуешь, будто бы ты ешь баунти, потому что в самом баунти есть ароматизаторы. А тут это настоящий кокос, настоящая вода. И, насколько мне известно, она очень полезна. Возможно, если вы когда-то попробуете ее, первый раз, она вам не понравится. Но есть моменты, есть такие продукты, которые просто нужно брать и заставлять себя есть. Так, ладно. Этой кокосовой водой мы будем запивать мякоть. Давайте пробовать его открывать. Я не знаю, как его открыть. Блин, ну открывайся! Открывайся! О, слышите? Чтобы открыть кокос, самое главное, что там пошла трещина. Потому что, если вы послушаете, здесь звук звонкий. Тут он глухой. Это настоящий кокос! Ну что, погнали пробовать? Эй, Маш, чур, половинку мне! Ладно, Ксюш, забирай половинку. Мне одной хватит. Новый квест. Нужно каким-то образом отковырять эту мякоть, потому что она твердая. Итак, тут есть маленькие кусочки самой мякотью. Давайте ее пробовать. Нет, вообще, кокос это универсальная вещь. Универсальный продукт. Вот оно, баунси. Рассиное наслаждение. Короче, кокос это реально универсальная вещь. И попить, и поесть. Блин, это, считайте, чашка для того, чтобы можно было покушать из нее суп. Ксюша, ты мне все съела, а оставь мне тоже. Это очень вкусно. Я гений. И что же мне попадется на этот раз? Какая же буква меня ждет внутри? И это буква Е. Маша, дерзай. На букву Е, Е, Е. Ксюша, я это люблю. Маленькая подсказочка. Если рассуждать так, то, что ты это любишь, и это на букву Е, то это только еноты. Но я не думаю, что я сейчас смогу где-нибудь найти это, во-первых, а во-вторых, как-нибудь съесть енота. Поэтому у меня вообще никаких идей. Нет, Ксюша, это не енотики, это ель. А, точно, я забыла, ты же это с прибабахом. Ну, ель так ель, осталось ее найти где-то. Она может быть единственная где-то на улице, и то я не уверена, что она там есть. У нас появилась маленькая проблема. Я не достаю. Блин. Ну ладно, раз, два, три. Это оказалось проще, чем я думала. И бежим, пока никто нас не поймал. Ну что, это вроде бы ель. Во всяком случае, это хвойная история. Я не уверена насчет того, что это ель. Но давайте думать о том, что это какая-то там экзотическо-тайландско-будапештская ель. Она не пахнет. Но хвоинки есть, поэтому давайте мы это все попробуем. Раз, два, три. Ну что-то она безвкусная. Знаете, вот сейчас горечь проклюнулась. По ощущениям, какой-то, вы знаете, хапанули такого крема для рук. Прям такой химозный. Какой же ужасный вкус. Вот это, вот если увидите вот это вот, не ешьте, не надо. Господи, как же отвратительно, я не могу. На, Маш, ешь. Спасибо, Ксюш. Ммм, кисленько же. И что-то хвойное есть. Я не знаю, почему тебе это не понравилось, но офигенно. Я вам говорила, да, что она ненормальная. Моя очередь тянуть следующую букву. Это буковка Э. Блин, придумать на Э очень что-то сложно. Что-то в голову вообще ничего не лезет. Хотя нет, хотя нет. Эспрессо. Эспрессо? Да я ненавижу эспрессо. Люблю кофе с молоком. Капучинку, лата там. Ну, извини, капучинка и лата на другие буквы, так что погнали. Я нашел вот такой прикольный автобусик с кофе. И сейчас там тебе его куплю. Саш, здесь есть кофеек с молочком. Может, с молочком все-таки? Нет, ты что, проиграть хочешь? Держи свой эспрессо. Он еще и горячий. Ну, короче, все, что я не люблю, в одном флаконе. Давай, давай, пей. Надеюсь, он очень крепкий. О, ворвиглась просто. О, жесть какая. Заряд бодрости с утра. Он что, вкусный, нет? Ну, горький, как всегда, вот этот вот кофе без молока. Ой, такая гадость. Вот почему мне не могла выпасть буква К или Л? Была бы капучинкой лата. И то, и другой сразу. А, этот... Фу. Я боюсь смотреть, какая там буква. Буква Т. Все же твой выход. А на Т не так уж и просто выбрать что-либо. Я не знаю. Тартар. Что? Тартар? Тартар, где я тебе сейчас возьму тартар? Да не настоящий тартар. Соус вон там возьми. Я не знаю. Есть тартар. Возьми соус, да, реально. Ну, конечно. Мой самый нелюбимый соус. Блин, я этот соус люблю только в сочетании с рыбой. А вот просто его есть. Ну, Ксюш, ну за что? Как так можно? Ты прекрасно знаешь, что я ненавижу этот соус. Фу, как он воняет. Я тебя никогда не прощу. Ну, Маш, это тебе в отместку за чили перец и за то, что ты добавила этот чили перец в мои наггетсы. Ладно, один-один. Что же я съем следующее? Давайте узнаем. Буква Ф. Вот бы сейчас какой-нибудь фалафель. Но-но-но, правила челленджа здесь не меняй. Ты будешь есть фасоль. Красная с классическим барбекю. Ой, как тебе повезло. Фу, фасоль. От нее же пучит. Хотя пахнет вроде ничего. Ладно, попробуем. Офигеть, а это вкусно. Вообще прикольно. Я теперь понимаю, почему многие любят английский завтрак. Там же есть фасоль. Блин, я сейчас целую банку съем, я не ожидал. Короче, без соуса она мне вообще не нравится. А вот с таким барбекю очень-очень вкусно. Саша, Саша, спокойно, не налегай, тебе же раздует. Не, не, все нормально. Это не реальная вкуснотища. Миши вторую банку. Саша, нет, нет, нет. Ну что, ребята, как вам сегодняшнее видео? Понравилось или нет? Какие буквы мы пропустили? Скорее пишите в комментариях. А еще не забывайте подписываться на наш канал и смотреть вот эти видосы. Всех обнимаем и люблю. Ставь лайк и подпишись на наш канал.